Приветствующее, это Лига Фортнайт, и мы продолжаем. Сейчас я кое-что покажу, это вообще клапс какой-то, захожу я такой к себе домой, а у меня тут ромашка, прикинь, что-то стояло вот за этим столиком делало, но кровать написано, что моя, какого чёрта они у меня тут шляются вообще, я дверь закрывал, она как-то сюда вошла. Удивительно, Вроза, у вас вон там кровати. Сегодня по плану у нас достроить гостиночный дом для наших поселенцев. Значит, факел вытаскиваем, меч убираем, и давай штопать наш пол красивенький. Я вначале думал сделать попроще что-нибудь, а потом пошёл на веранду, посмотрел, а у нас на веранде тут тоже крутой, поэтому как-то не круто, когда у тебя на веранде круче, чем в доме. У нас тут один нюансик образовался, походу мне надо будет тут-вот-вот что-то придумать, какую-то плоскую, типа плинтуса или ламинатика там положить, чтобы закрыть эту сторону. Ой, мимо, мимо, надо разобрать. Сейчас, короче, попробую сюда что-нибудь положить. Вот, я не знаю, факел забираем, он тут больше не нужен. Вот эта вот дощечка. Во, отлично, она сюда прям как надо, как влетая влазит. Чёткая. Опля. Вот, в принципе, и всё. Пол тогда у нас готов. Оп. Можно начинать строительство потолка. Еееее. Ну, круто. Двери открываются? Двери открываются. Я бы, может быть, ещё пол продолжил бы вот здесь вот. Типа порожек. Сейчас попробую это организовать. Во. Вот так лучше. Ну-ка. Ништяк. Теперь переходим к строительству потолка. Нужно вначале определиться, где у нас будет лестница с подъёмом наверх. Я думаю, её поставить как-то вот здесь вот. У этого окна. Сейчас будем примиряться. Ну, в принципе, блин, так окно перегородится. Хотелось бы, конечно, чтобы окно не перегораживалось. Но, походу, по-другому никак. Ладно. Чё, если мы сделаем вот здесь? Ну, тут вроде бы можно. Но хотелось бы поставить это всё к стенке. Но к стенке, видишь, мешает другой объект. То есть стенка. Поэтому никак. Вот она, наша лесенка. С подъёмом наверх. Блин, ну вот эта щель, конечно, меня раздражает. Но почему нельзя-то тут, блин, прям к стенке поставить? Вот здесь вот, смотри. Вот здесь вот к стенке ставится. А, погоди. Кажись, я понял. Тут смотри, куда он поставил лесенку. Тут упор есть. На упор как бы... Вот он, вот этот упорчик. На упор лесенка ставится. Ну-ка. Вот это я сейчас разберу и попробую так же поставить. Сейчас, секундочку. Ну-ка. А может быть и не из-за упора, а из-за окна. То есть окно играет роль. И поэтому... Да, вот смотри. Окно мешает, короче. Если ближе к окну, то оно мешает. Если вот так, то норм. Вот и ставим его. Ну, чудно. Все как надо. А это разбираем. А еще я жрать хочу. Надо сожрать яишенку. Возводим второй этаж. Выбираем стеночку. И начинаем, в принципе, ваять. Тут у нас стенка. Ой, неправильно поставил вообще. Ну вот. Еще одно дерево сломал. У нас же здесь должен уголок стоять. Я про него совсем забыл. Вот такенный уголок. Теперь... Теперь ставится стеночка. Теперь вот здесь окошечко. Ну-ка. В самый раз. Дальше снова стенка. И тут нам уже нужен пол. Для того, чтобы потолок или пол второго этажа поставить громотно, нужно залезть на стенку. Вот таким образом я это делаю. И полезли. Тут всяко удобнее будет. По-любому удобнее. Значит, цепляемся. Оттаскиваем сюда. Давай, короче, построим. О, отлично встало. Как надо. Ну и теперь от этого потолка или пола продолжаем строительство. Давай, цепляйся. Да что, что выждать-то? Вредный потолок. Здесь поменьше нужны кубики нам. Вот такие вот, наверное. Ага. Дай его чуть-чуть сдвинем. Вот. Тут подъем. Можно еще одну зацепить, наверное, я думаю. О, да. Как раз хватает. Башкой ничего не задеваем. Отличный проем. Ну и тут точно так же. Древесина кончилась. Я сейчас... Нифига себе! Вот это у нас орала тут. Сколько скелетов. Че и мясо. Значит, надо мясо взять. Зажарить его. Или тыкву сожрать. Потому что яичница как бы круто, но яичница помимо еды дает там еще бонус. Так что ее нужно сохранить. Пожру тыковку. Надо еще к нашему кулинару сходить. Может он там что приготовил? Мистер Мюскул, ты что-нибудь изготовил? Давай поболтаем. Как работа вообще? О! Жареное мясо. Нифига себе. Дофига всего дал. И яичницу, и жареное мясо, и кукурузу. Че по ферме у нас? Ромашка. Че-нибудь там насобирала? Как работа у тебя? Пшеница и кукуруза. Спасибо. Смотри, что Мистер Мюскул хотел сделать. В дом мой вломиться. Там случайно никого больше нет? Нет, вроде нет. С двери закрываем, чтобы никто туда не залез. Ты у нас что-нибудь добыла, добычица? Как у тебя сработает? Доска, древесина. Спасибо. Сейчас найду самое большое толстенное дерево. И рубить его буду нестандартным методом, о котором мне говорили в комментарии. То есть, при помощи постройки. Я сейчас здесь стенку сооружу. Ух ты, ёлки. Ух ты. Стою я такой спокойненько тут у дерева. А меня уже мутузит. Давай вот такую стеночку тут построим. А теперь сломаем. Видимо, на такие деревья это не работает. Надо поменьше дерева. Тут слишком толстенный ствол. Сейчас ради эксперимента ещё здесь, вот на этом дереве проверю. Что, неужели из-за ствола она не сломалась? Ну-ка. Ну да, походу из-за ствола. Возвращаемся к строительству нашего пола. Сейчас мы его уже почти доделаем. Вот так. Здесь небольшой плинтусик. Готово! Потолок или пол второго этажа у нас есть. Можно со спокойной душой строить стенки. Стенка с двойными окнами. У нас будет здесь. Цепляем. Вот так. Ещё двойные окна, наверное, будут здесь. Готово. А здесь можно одинарные воткнуть. В принципе... Ну, до них чуть позже доберёмся. Нужно вначале уголки сделать. А то я сейчас где-нибудь напортачу. Так. Как его грамотно развернуть? То уголок-то этот. Вроде вот так. Ага. Заделаем дыры. Не то взял. Влезет сюда. Влезет. Как влетаем. Теперь вот здесь вот стеночка. Тут у нас будет просто стенка. Без всего. Готово. Здесь у нас будет выход на веранду. Нам сейчас нужно эту веранду построить. Для этого понадобятся вот такие вот несущие столбы. Ох-ох-ох. Блин. Придётся что ли здесь уголок убирать? Да, придётся уголки убирать. Давай ломать, значит. А, тут у меня и не было уголка-то. Слушай. О. И здесь, по-моему, не было уголка. Ладно, убираем заборчики. Будем перестраивать, однако. Так, не понял, это что у меня? А. Остатки от обломков. Всё. И вот уголки влезут у меня здесь, интересно или нет? Сейчас будем смотреть. Не влезут. Придётся переделывать кое-что. Ещё, значит, ломаем. Есть. Смотрим. То есть, вот так вот я хотел бы. Так будет чётко. Ага. Как надо. Ну, а теперь накидываем пол. Идём смотреть наверх. Да, как надо. Единственное, смотри, тут, блин, пол вровень идёт с этими столбами. Я думал, что вот эта часть, это будет как основание, как фундамент. Но нет. Он не будет как фундамент. А есть столбы поменьше. Хотя, если бы здесь не было пола на террасе, то было бы как надо. Сейчас, секундочку, минуточку. А, ну, тут, в принципе, они все по высоте такие, они одинаковые. Какие бы я столбы не выбрал. Получается, что вот это вот надо сейчас убрать. Убрать ещё нижнюю часть нашего пола. Вот это вот. Блин, сейчас ещё, походу, пол придётся переделать. Капец. Ладно, там что-нибудь придумаем. Ставим тогда сюда вот так. И вот так. И вот теперь высота, ну, вроде бы как. Сейчас пойду проверю. Если я сюда сейчас пол постелю. Ну, слушай, да, подошло. Ровный пол будет. Отлично. Но хочу пол сделать подальше. То есть поглубже. Не прям до конца веранды, а чуть выступающий, чтобы он был. Поэтому берём огромную плиту. И ставим её сюда. Вот таким вот образом. И так же сюда. Опля. Вот и всё. Веранда второго этажа у нас готова. Вот так вот она выглядит. Блин, некрасиво, конечно, что тут выступает. Давай переделаем лучше. Готово. Ну вот, так уже поприятнее вид. И лучше намного. Теперь нам нужно здесь достроить стенки. Сделать тут арочный проход. Хочу арку. Никаких дверей, ворот или прочего. Огромная арка с выходом на террасу второго этажа. Стенки, значит. Нужно их тут допилить. У нас здесь обычная стенка. Дальше идёт, значит, с окошечком. Вот так вот. Ага. Всё, тут у нас будет выход. Тут можно тоже окошечко, в принципе, впендюрить. Только, наверное... Хотя окон и так дофига. Очень дофига. Окон обычная стенка, пускай у нас здесь. Хотя нет. Ну как, блин? Люблю окна. Люблю свет, поэтому... А, сюда такое окно не влазит. Чёрт, подери. Но оно бы влезло, если бы я здесь убрал вот эту часть. Но тогда у нас тут будет дырка. И это некрасиво будет. Придётся тогда ставить маленькое окно. Ну, вот так. Вот таким вот образом. А тут заделать просто дырищу. Давай, вставай. Вот. Всё, стенки у нас готовы. Отлично. Осталось выбрать арку. Где? Вот такая вот арка. Вот что-то типа такого хочу. Где она у нас тут может... Походу из дерева такое невозможно сделать. Это печаль. Только из кирпича. Ну, под кирпич. Закос под кирпич. Но я не хочу. Я хочу древесную арку. Есть вот такая дверь лачуги. Хотя на дверь это очень не похоже. Можно, конечно, дворота форта поставить. И постоянно открытыми их оставлять. Но тут, видишь, брёвна вертикально расположены. Когда у меня всё по горизонтали. Есть ещё вот такие вот арки. Арка павильона. Но они слишком высокие. Как вообще такое допущение могло быть? То есть вот из Рухляди есть арка, арка павильона. Есть. Закос под кирпич. Типа вот есть. Такая арка есть. А из бревна нету. Да что ж вы все ломитесь в эту... Там опять кто-то сидит у меня дома. Подожди-ка, дай-ка... Да ёлки-палки. Хватит с этих диалогов. Что ты там мне принесла вообще? Всё, спасибо, пока. Дверь дай мне открыть. Ёлки-палки. Только не говори, что там мистер Мюскул у меня сидит. Как ты сюда зашёл? А? Как ты дверь... Я же закрывал дверь. Вообще я пришёл с тобой поболтать. Мне жрать надо. Ничего не приготовил? Ах ты. Вместо этого у меня дома тусовался, да? Тут кайфовал. В общем, к чему я пришёл? Мне придётся сейчас тут... Ай... Сносить пол. Потому что по-другому никак. Разбираем его здесь. Так, нет, этот не надо. Вот этот вот. Да, там будет видно... А, нет, даже не этот пол-то. Вот этот пол надо будет разнести сейчас. Блин, а если я так сделаю, то... Как я сюда потом подцеплю всё? Ладно, давай сейчас сделаем, а там уже посмотрим. Короче, почему я всё тут разношу? Потому что высота разная получается с полом. Это как с балками у меня получилось. А я сейчас хочу нарастить здесь стеночки. Вот так вот наращу. Теперь надо сбоку чуть-чуть нарастить. Вот, и получается у нас арка. Единственное... Её нужно теперь облагородить вот таким вот образом, наверное. Типа, чтобы законченный вид был. Вот. Да, такая себе арка, конечно, получилась. Я бы, наверное, её расширил немножечко. Сейчас вот это уберу. Ну, вот такая арка, в принципе, меня устраивает. Вот заход. Не совсем посередине, но пойдёт. Теперь нужно туда как-то пол доделать. Буду сейчас думать, как это грамотно организовать. Короче, всё тут нафиг снёс. Потому что строить, я так полагаю, надо от входной группы. То есть нам нужно вот эту вот часть вначале сделать, и от неё уже... От неё как-то тут не получилось. Во! Вот этот кусочек должен влезть. Прям отлично влазит. Ага. Вот. И от неё уже строится. Ну, тут понятно, что тут влезет вот эта штука. Давай, влезай. Переворачивайся и влезай. Тут у нас квадратик влазит. Получается, тут придётся переделывать всё. Ну, то есть вот это вот мы рушим. Потому что по-другому никак. И вот настала сложная часть. Нужно сыграть здесь в Тетрис грамотно. Ох-ох-ох-ох-ох. Ладно, допустим, если я делаю так. Потом тут разворачиваю. Ага. И тут, в принципе, должно всё вписаться. Или не впишется. Всё, посмотрим. Да! Всё получилось. Идеально ровный потолок второй. Блин, да не, не может быть. Чё, она длиннее будет? Рано обрадовался. Ну, вот. Тут у нас вот чё получается. Эх. Ну, придётся тут тогда сделать, типа, вот таким вот образом. Вот. И тогда всё сходится. Блин, немножечко некрасиво. Ну, ладно, чё теперь? Чё теперь поделать? Хотя у меня есть другая мысль. Я оставлю вот эту штуку. И на ней, возможно, поставлю какой-нибудь флаг или какое-нибудь украшение. Ну, в принципе, всё. Верандочка готова. Можно делать крышу. Огораживать веранду. И потихонечку заниматься внутряночкой. Что насчёт крыши? Делаем её тоже деревянной. То есть, вот такой вот. Остается только всё это дело как-то грамотно зацепить. Опля. Ну, и надо будет сейчас идти добывать древесину. Потому что с деревом у меня сложности. Ну, а я уже как раз поднял уровень поселения. Пойдём прокачивать. Мне нужно сейчас взять гранит. Карнивязь. И, в принципе, всё. Новый уровень нам даст. Гору подарков, которые жители будут нам приносить. Массивный дом и мебель в виде ванной. Хм. Звучит неплохо. Улучшаем. Восьмой... По-моему, круто. Давай посмотрим, что там по домам. Какие новые дома мы можем спроектировать. Ух, ёлки. Это почти то же самое, что и я строю. Смотри, какие здесь окна крутые. Вон, на втором этаже террасные. Я такие же хочу. Блин, это почти такой же дом, как я построил. Только тут терраска сверху не очень длинная. Вот. Вот они, эти окна. Они у меня тоже появились. Новые ограждения. В виде ворот и для террасы. Что там по мебели? Наконец-то санузлы же появились у нас, да? Раковина, туалет, ванная. Неплохо. Новые светильнички. По растениям тут держатель для туалетной бумаги, скорее всего. И какая-то вешалка для полотенец. По коврам тоже куча всего появилась. Здорово. Продолжаем строительство нашей крыши. Блин, походу неправильно я стал крышу строить. Вообще, капец, как неправильно. Хотя, я начал присматривать вот эти штуки. Типа, куда мне их тут вешать, вставить? И вроде бы как вот так-то и ничего смотрится, да? Смотри, 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 что это такое. Нифига себе. Молния шарахает прямо в меня. Первый раз такое вижу. Смотри, что... Кусты, кстати, не поражает. А вот дерево сейчас сломило. Всё, успокоилась вроде молния. Хотя нет, вон там шандрахать. Боюсь, если я в неё попаду, мне будет очень больно. Если я туда сейчас подойду, то тут ничего нету. Я вначале думал, может какая-нибудь лавовая субстанция образуется. Ну, знаешь, типа песок и молния, она может образовать стекло. Но ничего. Так, хочу сейчас, короче, здесь поставить... Блин. Стенку сейчас поставлю. Два дерева стоят рядышком. И посмотрим. Сломаются они или нет? Вдвоём. Было бы круто, если бы два дерева за раз ломалось. О, отлично. Как надо. Ой, 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 только не дома. Офигеть, она шандрахает. Крыша моего дома. Фух, пронесло. Ничего не случилось. Так, теперь нужно с коньком разобраться, как его здесь... Да, конёк мы тут не пришпандорим так просто. Отсюда непонятно, надо лезть наверх. Строим лестницу, значит. Что мы тут имеем? У нас большие проблемы. Вот что значит начинать строить дом без плана. Крыша не сходится. Придётся сейчас импровизировать. О, ну вот, я сломал свой огород. Снёс крышу и буду сейчас строить вот от этой фигульной, от боковушки. Так, мне кажется, будет проще всего. Готово. После долгих проб и ошибок по крыше я принял решение, что нужно её нафиг сносить. И строить её нужно с боковушек. То есть, вот с этих вот штук. Мышцы их просто сдвинем чуть-чуть вот сюда. И у нас должно всё сойтись. Вот сейчас будем проверять. Блин. Чуть-чуть не сошлось. Есть! Наконец-то. Нет, что? Хотел сказать. Не, ну это издевательство. Ты посмотри. У меня чуть-чуть не сошлось. Блин, вот реально самое сложное в строительстве дома это крыша. Я уже тут ту кучу времени просрал. Надеюсь, что сейчас мне улыбнётся всё же удача и всё сойдётся нафиг. Да! Ура! Наконец-то! Ёлки-палки-моталки! Вымерял тут, стоял. Чуть ли не с линеечкой. И вот теперь, вот от этой боковушки, можно строить крышу. Фух, ёлки-моталки. Как я запарился с ней. Это просто абзаца был какой-то. Надеюсь, дальше будет проще. Блин, опять всё ломать. Я сейчас ферму свою всю снесу. Ну, вот что и требовалось ожидать. Короче, надо теперь выберить правильную постройку крыши. Тут же она разных размеров есть. Чтобы у меня вот здесь теперь угол сошёлся. Короче, построил боковушечку вон там. Сейчас буду от неё плясать. Во, сошлось! Фух, наконец-то! Вот здесь вот ещё нужно будет что-нибудь пристроить, дабы щель закрыть. Но я зарекаюсь, чтобы я ещё сам что-нибудь строил, фу её нафиг. Я лучше по чертежам буду. Теперь можно со спокойной душой ломать эту лестницу, чёртову, по которой я прыгал, как коза, туда-сюда. Целый час, наверное. И со спокойной душой достраиваю боковушки. В надежде, что меня больше ничего не потревожит, ёлки-палки. Или, может, я поторопился. Значит, у меня тут опять не сходится, блин. Хотя крышу строил одинаково. Вон та щель сраная. Етишкин корень! Ну всё же строил. Вот эту сторону одинаково построил. И туда всё одинаково строил. Ну как там щель-то вышла? Видимо, значит, не одинаково. Возвращай лестницу, чё? По-другому же никак. О, май гарибау! Что тут не так? Дострою я сейчас уже этот угол, наверное. Смотрим. Тут двойной. Тут двойной. Тут двойной. Тут у нас идёт большой. Ага. Тут большой. И тут большой. Да блин! Ну всё же одинаково! Ну почему тут-то... А, погоди, так и тут же не сошлось. Почему тут не сошлось? Минуточку по ходу крышу можно строить. С наплывом, что ли, или как? Как это называется правильно? Почему у меня здесь сошлось, а тут не сошлось? Погоди. Блин! В натуре я тут накосячил! Ёшки-матрёшки. А тут-то всё правильно. Тут да. Вот это, короче, убираем. Чересчур убрал. Получается, что тут трёшка нужна была. А я провоцлил этот момент. Вот последнюю накосячил. Да... Ну... Ну... Не надо было её строить. Не надо было. Точнее, не надо было, но не так криво. Вот. Вот как это всё должно выглядеть. Еее... Наконец-то! Разобрались! Я задумал, сейчас опять полдома перестраивать нафиг. Ну всё, теперь точно можно лестницу убирать же. Правда? Пожалуйста. Пусть это будет так. И теперь залазим на крышу. Это убираем и достраиваем крышу. Всё. Вот как это всё должно быть. Конечно же, боковушечку. Опля. И здесь. Аллилуйя! Да будет свет! Я достроил эту сраную крышу. И сейчас, знаешь, что будет прикольно? Если у меня... Сейчас будут проблемы с окнами и заделкой дыр на крыше. Конёк. Теперь делаем. Красивенький... Красивенький. Наилучшенький конёчек. Вот таким вот образом. Он, конечно же, весь сюда, наверное, не влезет. Хотя... Почти влез. У нас есть какой-нибудь небольшой? Сейчас. Типа вот. И сюда троечку. Нет, так не... А, смотри. Тут можно, чтобы даже свисало что-то. Ха. Но у меня таких крыш нету. Ладно, разбираем. Сейчас будем мучиться. Придётся все коньки разбирать. Ещё есть с коньками. Тут, блин... Морочится немножечко. Короче, фиг с ним. Пускай он тут чуть-чуть выступает. Вот такой вот конёк у меня будет. В конце. Можно и сзади такой же сделать. Здесь он сюда, конечно, влезет. Типа вот так. Не, ну это, конечно, сильное. И уродки. Лучше вернуть, как всё было. А то я сейчас сдохну нафиг. Я опять жрать хочу. Вечно жрать хочу. Я пока строил этот дом. Обожрался, наверное. Вот. Всё. Возвращай, как было. И всё. С крышей закончено. Аллилуйя. Наконец-то я достроил это всё дело. Надеюсь, что не напрасно. Сейчас спрыгиваем отсюда. Главное не убиться. А! Фух. Мне ещё огород вообще восстанавливать надо. Теперь надо придумать, что делать вот с этими дырками. Что там по поводу окон. Вот этих вот. О! Они сюда прям идеально вписываются. Но по цветовой гамме они тут как бы не очень. Ну и фиг с ним. Пускай она тут будет. Мне оно нравится. Вот так вот. У нас получается дом вообще трёхэтажный. Тут можно ещё потолок замутить и на крыше тусоваться. Где там наши половинки? Они сюда прям идеально вписываются. Как хорошо, что у нас появились эти половинки. Они сюда вот прям фух. Ну хоть здесь у меня нет никаких проблем. Слушай, такое облегчение. Ты не представляешь. Наконец-то я каркас достроил. О-е-е! Крутяк! Ну вот и всё. Тут у меня проход огромный, здоровенный. Я бы, конечно, верхушку, может быть, бревно положил. Но у меня нет такого одинарного бревна. Поэтому класть мне тут шибко-то и нечего. Ну, короче, лестницу вот эту... А! Нет, яичницу не надо. Родни съел. Лестницу эту разбираем. Смотрим, что у нас получилось. По-моему, неплохо. Даже вот этот верхний конёк выступающий смотрится прикольно. Да митчи здоровенные. Надо теперь вот эти щели ещё заделать. Но я думаю, эти щели можно заделать полом. То есть вот так вот там сделать и всё. Чуть назад. Насколько назад, я, конечно, не понимаю. Сейчас пойдём посмотрим с улицы. А, ну вот! В принципе, идеально. Хорошо. Прям тютелька в тютельку всё сходится. Красота! Остаётся только лестницу где-нибудь впендюрить. Наверное, отличное место будет здесь. Вот. Подъём. Ну, круто! И можно в окно входить-выходить. Ништяк. Потолок третьего этажа. Вот таким бы и оставил. Вот тут вот только заделать всё. И да. Это получается третий свет. Типа. Когда верх третьего этажа соединяется с низом второго. И получается третий свет. Бывает ещё второй свет. Это когда второй этаж соединяется с первым этажом. Ну и так далее. А надо пожрать. Я думаю, уже пора. Я заслужил. Это что у меня тут за викинг-то? Грёза! Наверное, она путешественница. Но шлем у неё чёткий. Крутой. Мне нравится. Я бы её принял на самом-то деле. Но... Да чё вы все в мой дом-то ломитесь? Он и для вас гостишку построил. Но, правда, ещё не доделал. Блин! Мой огород! Опять! Что ж я за рукожоп-то такой? Во! Вот это идеально сюда вписывается. Ну вот. Единственное, что... Тут у нас остался небольшой кусочек. Он тут не закрытый. Есть идея там сделать... Вот так вот. Вот. И при желании это можно всё соединить. Если оно, конечно, соединиться. Сейчас проверим. Да! Оно соединилось. И смотрится теперь всё закончено. Очень красиво. Блин! Ну крутак! Вообще крутак! Каркас окончательно закончен. Нужно будет только здесь ещё ограждение сделать. Тут нужно пол доделать. Не знаю, как я это сделаю вообще. И надо ли его тут доделывать. Он тут в любом случае не доделается. Я его тут, по-моему, вообще переделать нужно полностью. Этот пол. Я аж хотел сюда флажочек поставить. Вот. Настало время его сюда воткнуть. Он прям идеально сюда подходит. Зелёненький. Вот так-то. Слушай, я так подумал. Я тут ничего придумать-то сейчас не смогу. Может, мы просто вот это вот уберём. Вот. И всё. Сделаем покороче входную террасу. Вот таким вот образом. Тут доделаем заборчик. Вот и всё. Выглядит неплохо. Конечно, было бы круто от столбов это всё. Хотя, может, и получится. Слушай. Сейчас, подожди. Надо попробовать. На самом-то деле, может, и выйдет от столбов. Если я делаю вот так вот. Потом ещё раз. Потом тут длинные. Вот я и подобрался сюда. Вот это надо снести. Я вот, походу, немного со столбиком переборщил, да? И там его поставил. Он должен был вот так вот стоять. Придётся немножко вверху подделать. Короче, смотри. У меня теперь всё сошлось. Здесь не хватает квадратика. А он тут есть. Придётся лампу убирать. И она как бы тут... Теперь не нужна. Вот и всё. Всё сошлось. Возвращаемся к заборам. Заборы мы будем строить от столбов. В надежде на то, что нам хватит. Нам, походу, не хватит. Ну, там есть покороче ещё. Идеально просто всё сошлось. Класс. Но сошлось всё идеально только здесь. Потому что тут край. А тут так не получится. Так как края тут нету. И вплотную я здесь пристроить ничего не могу. И это грустно. Прям капец как грустно. Всё делать. Только если как-то не хочет он пристраиваться. Блин. Обидно. Ладно. Сделаем здесь типа выход. Типа будет проходик. Чтоб можно было и вот так зайти, и отсюда зайти. Это же всё-таки выход на эту сторону. Правильно? Но тогда надо по-другому сделать. Вот немножечко. Погоди. Раз мы так запланировали. Надо тогда здесь сделать вот как. Во. И вот заходишь сюда. И всё. А тут что мы будем делать? Ну, во-первых, тут нужно как-то уложить пол. И вот здесь идеально укладывается. И ставим сюда. Ну, вот. Всё сошлось. Красота. Как надо. Всё получилось. Ю-ху. Теперь надо идти на второй этаж. И там на втором этаже веранду доделывать. Веранда у нас здесь будет вот из таких вот штукенций. Она здесь тоже у нас плотно не прилегает. Поэтому будет с небольшим отступом. Блин, я теперь только этим методом рублю деревья. Потому что это очень быстро. И не портится топор. Вот это у меня там избушка. Вот так. И... Тут сейчас будем навесной типа делать. Блин, не сошлось. Не получилось. Короче, никак не сходится. Я так полагаю, что тут нужно будет что-нибудь поставить. Либо дождаться, когда у нас появятся уголки. И тогда должно всё срастись. Но пока оставляем как-то так. Гостиница... Каркас, по крайней мере, гостиницы у нас готов. Внутрянку будем делать в следующей серии. А ещё в следующей серии нам нужно поднять уровень поселения. И тут нам понадобится найти необработанный янтарь. А янтарь можно найти на плоскогорьях сухой долины. И вот в следующей серии мы туда направимся. Так что, если тебе понравилось, не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующий ролик. На которых мы с тобой и увидимся. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok